Здравствуйте, уважаемые союзники! В прямом эфире программа «Четверть часа» в студии Светлана Ладина. Следуя годовым богослужебным кругам, в субботу мы сугубо молимся о наших усопших и готовимся встретить 7 апреля великий праздник Благовещения Пресвятой Богородицы и в этом году Неделю Крестопоклонную, как символично их совпадение. Ведь в момент принятия благой вести о том, что она избрана Богом как Мать Спасителя Мира и своего согласия с этим избранием, Дева Мария принимает не только великую честь, но и крест. Об этом напомнит фрагмент документального фильма «Святое семейство», который я предлагаю вашему вниманию. Иерусалим. Здесь, недалеко от единственного в мире храма, где совершалось поклонение истинному Богу, жили супруги Иоаким и Анна. Лишь в старости Господь даровал им дитя. Свою дочь они назвали Марией. Три года наслаждались праведники долгожданным родительским счастьем. А затем, выполняя обет, данный Богу, привели Марию в Иерусалимский храм. При храме она воспитывалась до 14-летнего возраста. За это время умерли праведные Иоаким и Анна, и совет первосвященников должен был решить дальнейшую судьбу осиротевшей Марии. Традиционным для того времени было выдать девушку замуж. Семейная жизнь и многодетность считались добродетелью, не только как исполнение Слова Божия «плодитесь и размножайтесь». Порабощенный римлянами еврейский народ ожидал рождения Мессии, который принесет свободу и восстановит Царство Израилю. Отказ Марии от замужества, предание Святой Земли объясняет ее безграничной любовью к Богу и великим смирением. Каждая девушка мечтала и надеялась, что именно она удостоится стать матерью Спасителя. Но Мария не считала себя достойной высокого жребия. Чтобы не питать горделивых надежд, она дает обет девства и надеется стать хотя бы служанкой у той, которую изберет Бог. Можно предположить, что юной Марии пришлось проявить и немалую стойкость, объясняя первосвященникам свой выбор. И тогда, уважая решение причистой девы, Синедрион назначает ей хранителя, который будет лишь называться ее мужем. В маленьком городе Назарете, в далекой от Иерусалима плодородной Галилеи, живет 83-летний Иосиф. Он вдовец, у него взрослые дочери и сыновья. Юная Мария приходится его покойной жене племянницей. Иосиф принимает возложенную на него миссию хранителя или обручника, и дева Мария поселяется в его доме. Там, в Назарете, придя за водой к источнику, она видит архангела Гавриила и слышит от него «Радуйся, благодатная!» «Господь с тобою! Благословенна ты между женами!» Посланник Небес возвещает деве, что именно ее избрал Бог. И ждет, согласна ли она. «После ответа Марии «Все раба Господня добудет мне по слову Твоему» чудесным образом исполняются пророчества «Все дева во чреве приимет» и слова архангела «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим». Вскоре после Благовещения Дева Мария, наверняка с разрешения Иосифа, отправляется навестить своих родственников Захарию и Елисавету, чья история очень похожа на историю ее родителей. От ангела Дева Мария знает, что никогда не имевшая детей старенькая Елисавета теперь носит под сердцем ребенка и стремится быть рядом с ней. Встав же Мария в одни сии, с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии и приветствовала Елисавету. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее. Елисавета исполнилась Святого Духа и воскликнула громким голосом и сказала «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, и откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия Твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостного чреве моем и блаженно уверовавшее, потому что совершится сказанное ей от Господа». Так встречаются не только праведные Елисаветы с Пресвятой Богородицей, но и еще нерожденные пророк Иоанн Креститель и Сын Божий Иисус Христос. Три месяца до самых родов праведной Елисаветы пробылась с ней юная племянница, а затем возвратилась в Назарет. Когда праведный Иосиф, обязавшийся хранить Деву Марию, замечает ее беременность, он являет подлинное мужество и милосердие, решает отпустить ее в тайне. Это значит, вопреки закону, предписывающему казнь через побиение камнями. Сам он при этом рискует своей репутацией. Но когда он помыслил это, «Се ангел Господень явился ему во сне и сказал Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Не только древний Израиль, но и весь человеческий род пришел освободить от рабства греху и спасти от вечной смерти тот, кого родила в Вифлееме Дева Мария. Вернемся же мысленно к благовещению у источника в Назарете и от всего сердца поблагодарим юную Деву за отвагу, самоотверженность и смирение, которое она явила, отвечая согласием на волю Божию о себе, не требуя гарантий безопасности, а просто безгранично доверяя Богу, и тем самым участвуя в спасении всего человечества и каждого из нас. Почти на каждой иконе Пресвятой Богородицы мы видим не только символы славы. В глазах Пречистой словно отражается крест ее Божественного Сына и все скорби, которые она несла ради Него и вместе с Ним. Скорби – неотъемлемая характеристика падшего мира. Но бывают периоды относительного спокойствия, а бывает, что все вокруг пронизано бедами и напастями или страхом перед ними. Но нам заповедано всегда радоваться, непрестанно молиться, за все благодарить. Примечательно, что эти апостольские слова прозвучали отнюдь не посреди земного благополучия. Первый век от Рождества Христова – войны, восстания, работорговля, болезни, гонения на христиан. Стало ли бед на земле больше? И как нам в нынешних условиях, несмотря ни на что, держаться совета апостола Павла и слышать душою Христова? Радуйтесь и не бойтесь. Об этом мы побеседовали с настоятелем храма Архангела Михаила в Бухаре, священником Леонидом Петровым, еще до начала Великого Поста. Сегодня я назвала бы этот разговор «Постные вопросы о страшных новостях и душевном мире». Батюшка, вот по поводу новостей. Новости сейчас ужасающие. Как их воспринимать? Как вы сами? Может быть, вы как-то регулируете, да, вот, чтение новостей? И самое главное, ну, регулируй, не регулируй, тебе все самое яркое, а оно, как правило, или просто негативно, или даже страшно расскажут. Как христианину относиться к тому, что сейчас происходит в мире? Побольше читать книгу царя Соломона, которая говорила о том, что все суета – сует, все суета, нет ничего нового под солнцем. То есть, если мы возьмем любой бег, мы найдем там эпидемии, мы найдем там войны, мы найдем катаклизмы, катастрофы, землетрясения и так далее. То есть, если бы раньше передача информации была к такой же скорости, как и сейчас, то на людей, в общем-то, подал бы точно такой же град из новостей. Но только они бы выглядели немножко иначе. Выглядели бы, как там Ассирия, часть Ассирии пошла против другой части Ассирии, уничтожили там местного правителя и так далее. А вот в Европе появилась черная смерть, которая называется болезнь чума, которая уже там уничтожила 10% населения. В Малой Азии, в Византии, произошло землетрясение, которое погребло под своими обломками десятки тысяч жителей Византии. Вот так вот выглядели бы новости, там, ну, условного 10 века, да, к примеру. То есть, тогда просто не было такой, так, скорости передачи информации, поэтому основные сообщения, они приходили с караванами за несколько месяцев до других людей. Сейчас у нас, мы можем буквально через несколько минут после события, которое произошло где-то, страшного события уже узнать про это, и поэтому нам кажется, что новости какие-то отличные, отличающиеся от того, что было раньше. Нет, на самом деле, как сказал царь Соломон, нет ничего нового под солнцем. То есть, понимаешь, что мир этот возле лежит, и после грехопадения он стал таким, каким он стал, который, к сожалению, больше человеку доставляет бедствия и несчастья, чем причин для радости. Поэтому, если вот мы это четко понимаем, да, то, соответственно, к этому и относимся, ну, более умиротворенно, что ли. Конечно, мы слышим много новостей, которые нас за душу берут, вот, и, соответственно, не можем быть равнодушными к этим новостям. Но вот если есть воспитанное в себе чувство внутреннего умиротворения, то становится гораздо легче жить, я так думаю. Но оно очень легко разрушается, и иногда просто вот эта надежда на Бога, как это восстанавливать после каких-то особо страшных известий? Человек все равно на себя примеряет. восстанавливать понятием, что мы на этой земле не вечно будем жить, что мы живем здесь на протяжении всего лишь там 70-80, там, редкие случаи, там, до 100, или чуть больше лет доживаем. И вот достойно, с покорностью Богу, с послушанием и смирением перед Богом, с стремлением улучшить себя, прожить вот эти вот несколько десятков лет отпущенные нас на этой земле, независимо от того, что происходит вокруг. Ну, потому что, опять же, если, как бы мы ни говорили, в конечном счете каждый человек отвечает только за себя. То есть мы ответим за себя, сосед ответит за себя, коллега там на работе, там, или злодей, который там где-то в другой стране находится, да, мы за него не в ответе. Он сам ответит за все свои поступки, слова, дела, которые он совершил. А мы, соответственно, будем отвечать только за себя, да. И вот как мы проживем эти десятки лет, которые нам даны на земле, вот это нас должно в первую очередь беспокоить. Не то, что произошло там, да, произошло, да, несчастье, да, надо помолиться, да, за тех людей, которые пострадали где-то там в результате катастрофы, в результате, там, болезней, еще чего-то такого. Мы должны за них помолиться и, опять же, переключиться на то, чтобы мы не делали ничего такого, чтобы другим могло бы быть воспринято как зло, да, по отношению к окружающим нас людям. Психологи говорят, что во время бедствий есть внешний круг поражения. Те, кого происшедшее, не коснулось лично, но кто, узнав о нем, все больше погружается в переживания, ищет всю новую информацию, выясняет душераздирающие подробности и таким образом попадает в число пострадавших. В этих смущениях, в этом состоянии совершенно реальные дела и проблемы оказываются заброшены, и человек рискует провалиться в психологическую травму. Помните инструкцию? В самолете в случае разгремитизации наденьте защитную маску сначала на себя, потом на ребенка. Такой акцент не случайен, ведь важно дышать самому, чтобы обеспечить возможность дыхания тем, кто нуждается в твоей помощи и заботе. Спасибо вам за внимание. Доброго поста всем нам и добрых новостей и событий. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok